Победить в одиннадцатом раунде Чадо Доусона. Разобраны у каждого своего бой и у соперников развешиваемся. Перед тем, выиграл по очкам, все двенадцать раундов. Выиграл очень убедительно. Одиннадцать досрочных. Все это подтверждает их совместную работу. Очень успешно. В атаке Дмитрий. Немножечный строк говорит о том, что настоящие любители боли-боксер не всегда предпочитают за этими шахматами и почувствовать, как переигрывают, как ведет себя. И вот Дмитрий Билов в этом плане, конечно, дает гораздо большую. Дмитрий очень надеется на свой удар. Это, конечно, его решающий козырь. Что-что надо подготовить. Удар надо. Дмитрий Билов продолжает с дистанции подготовить вот этот свой удар. Дмитрий Билов. Да, вы видите, полный контроль. Пока ни одного шанса. Дмитрий Билов. Еще раз хочется подчеркнуть, вот этот очень успешный тандем. Кстати, Мачанови тренирует и Сергея Кузьмурга, который с ним работали еще введители. Кутка Паскала бросится на соперника. Но еще раз скажу, только какие моменты надо исключать. Выдернуть на себя. Ну вот рискует Паскай. То, что от него тренируется, наверное, входит в ближнюю дистанцию. Попытка ударит по туловищу. В принципе. Но это не важно. Раунд все равно выигрывается. А 10-8 или 10-9 это уже. Очень важно, что свои бои вот эти. Защиты свои. Нужно приучать. Продолжает вот так вот. На первый взгляд без кида Дмитрий Билов. Но посмотрите. Но ведь соперник эти три. В атаке. Танно пытается что-то сделать в атаке. Туги нарывается на очень точный контр действие. Шестой раунд. Тай, блин, блин. Тай, блин, блин ударь. Тай, блин, блин. Доль ему спать вверху. Вот он. Темп который он поставил. У него все получается. Смотрите. Да. Но этого нельзя делать, грубим. Тай, блин, блин. Память, блин, дисток. Соперника. Сначала легкими атаками, потом просто набрасывали удары. Легкие удары, посмотрите. И вот серия помогутся за выходом. Дмитрий прячет свою комбинацию. Вот этот бой двум поединком Паскаля с Сергеем Королевым. Молчак не пропустил. Вот это, пожалуй, единственный удар, который удался Паскалю за весь бой. И он рискует. Он рискует, он пошел вперед, выбрасывает мощнейшие вот эти боковые удары. Вы слышите, как зал обновился. Зал почувствовал, что может что-то измениться в бою. Который, в общем-то, этот однообразный шел. В одну калитку, если можно так сказать. Такое болельщицкое выражение. Но Дмитрий тут же отвечает. И вот чем все заканчивается. Но еще раз скажу, а так и было опасно. В какой-то момент Дмитрий чуть-чуть потерял концентрацию. Ну, сейчас уже все восстановлено. Ну, вот так вот. Как говорится, большая герметона. И убил его по левым грозам. Снова стих. Замечательно. В карьеру. Я вызвала в этом бою. Называются финальные раунды чемпионскими. Но в этом бою трудно сказать, что они таковые. Потому что Дмитрий Жидоров. Ну, может быть, один. Ну, если смотреть так не любит, то он два раунда. Как бы для вас был Паскаль. Ну, вот так вот. Сеть Дмитрий осталась. Он чуть-чуть отдохнул в трейдейшем раунде. Длинная, длинная серия. Паскаль был закрыт, конечно. Но все равно там удары, которые в большей части в голове приходились. Но, посмотрите, Паскаль. Вот. Вспомнил, что это не про то, что не надо. Ну, сейчас вот он. Ну, спортивная часть, скорее всего. Вот, все-таки. Нам, к колечкам, да? Здесь становится все интереснее. Посмотрите. Отпущенную лодку. Паскаль выкладывается. Выкладывается, причем-то не кладывает. Эта травма, пожалуй, не. Ну, вы помните, что до этого был долгий пиловыв. Когда опять такие легкие удары по сторонам двери. И вот неплохо по туловищу. Так вот. Закрушивший заблоком просто. Делает шаг вперед. Мы внутри меняем позицию. По сторонам уходит право-влево. Разрывает дистанцию. Ну, вот. Развернул. Все красиво, друзья. Ну, посмотрите. Это жесть. Выпад Паскаля. Ну, это так вообще. Такие теоретические выкладки. Ну, что ж. Наверное, Паскалю. Я не знаю, кому станку. Его, его менеджера, его промоутера. Но нарезно этим поводинкам надо заканчивать карьеру. Потому что вот супруга медицинского боксера. Мы довольны, что он прошел всю дистанцию. Игорь Негода. Игорь Негода.